Welcome, welcome, welcome. Доброе утро, ребят. Как у вас дела? Блин, там такую китаяночку показывают, а на третий, ну, четвертый уже день, я просто ее заметил, да? Только на второй день у них там на мониторе за аналитиками стоит монитор, который на стадионе работает. Я так понимаю, это ведущие на самом стадионе. Трансляции от ведущих этих нет, и у них там китаяночка. Она во второй день, когда я ее видел, она была в мини-юбке, вчера она была в красном платье, сейчас она в кимоножке. Вообще все как надо, а мы смотрим с вами трансляцию, ну, с другими аналитиками. Ну, бывает, что поделать. Хотел бы вам предложить, ребят, пройти по этой ссылочке, поставить там плюсик. И если вам что-нибудь оттуда понравится, то вот, эта табличка про топеров, она закончена, только никому не говорите. Сохраняем это в тайне. Ни в коем случае не надо ее никуда перекидывать. Чем больше народу узнает об этой табличке, тем тяжелее будет вам же играть, понимаете? А мы лоллеры, да. А мы лоллеры. Ну что ж, у нас открытие игрового дня. Вчера у нас группа А закончила свой первый круг. Клауд Найны две победы, одно поражение. СКТ три победы, ноль поражений. Ну и остальные команды совсем не очень выступили. Как раз про Клауд Найнов и СКТ говорили, что Клауд Найн хайп там подняли, что они молодцы. Бла-бла. Да ничего такого, прям всех естественного не было. Я тоже за интернетом следил. Не было поднятой темы, что мы теперь все чемпионы мира. Ну победили они две игры у азиатов. Все равно еще и еще надо выигрывать там. Эта группа очень тяжелая и нельзя расслабляться ни в коем случае. Там любая команда может три игры подряд выиграть на следующей неделе. Ну а мы сегодня начинаем с нашей любимой группы Д. С любимейшей, наилюбимейшей, на самой интереснейшей группы Д, где среднее количество киллов идет один в десять минут. Причем я не шучу, так примерно и есть. Ну по крайней мере в первые 30 минут. В первые 30 минут обычно счет заканчивается 2-1, 1-2. Ну 4-2 это вообще, это все, это какое-то привидение непонятное, снизошло на эти команды и они вдруг потеряли контроль над собой. Team World Elite против команды Flash Wolf. Flash Wolf надо что-то делать, потому что первую игру они могли выиграть в этом чемпионате мира, но сами же ее выкинули. Ну как выкинули, просто довели ее до лейтгейма и там не смогли противопоставить ничего. Вторую игру это вчера против... Кого они вчера играли? Блин, сейчас улетел из головы. Какая там еще команда? В этой группе Мисфиты. А вот, да, тут же ТСМ и Мисфиты, это будет следующий у нас матч. Первую игру, напоминаю, они с ТСМ лидировали, довели до лейтгейма, где Бетти умер от дабллифта 1 на 1, там в один момент на 45-й минуте, Ада Керри умирает от Ада Керри 1 на 1. Такое просто себе сложно представить. Вчера против Мисфитов они не выглядели вообще никак, то бишь такое впечатление, что они все еще приходили в себя от игры, которая была против команды ТСМ. Ну и вот сейчас будут играть команда World Elite, которая вчера проиграла. Ну что ж, ну давайте смотреть. Напомните, как читать правильно таблицу, где контрпик, где что. Если бы ты посмотрел видосик, который я скинул, ты бы все понимал. Там есть видосик, в котором все рассказано. Есть описание, в котором все рассказано. В самой табличке есть надпись, в которой все рассказано. Если чуть-чуть не полениться, то все можно найти. Да, Кевка, я вчера уже был в шоке с того, как человек один говорит, а где же табличку вожди найти, когда я скинул табличку вожди. Вот это было для меня просто шок, то что люди не могут понять, что можно отдельно вот некоторые файлы из браузера, ну из интернета качать себе на компьютер, либо даже открывать в отдельном окне, особенно картинки. Ну, наверное, действительно, есть еще люди, которые не так хорошо разбираются в компьютерных вот этих всех примочках и фишечках маленьких. Ну ладно, не об этом речь. Про табличку я буду напоминать сегодня весь день, это понятное дело, потому что труд всей моей жизни. Да не, труд целых шести часов, а то и семьи, поэтому надо, чтобы она распространялась. Ну а что касается игры, давайте смотреть. Жанночка была ферстпикнута, кто-то, видимо, статистику посмотрел этого чемпиона и понял, что этот чемпион почти все матчи выигрывает, но предварительно Team World Elite забанила двух любопытных чемпионов, Рейкана и Лулу, и забрали себе Жанну. Они намекнули на то, что у флэшвульфов не останется сейчас выбора, кроме как брать что-то новое, ребят, что-то абсолютно новое. И мы с вами знаем, что Сона контрит Жанну, но что же возьмет команда флэшвульфа, они выбирают пока Тарика. Нет, пожалуйста, не надо. Но на самом деле Тарик лучше зайдет против Твича того же самого. Здесь я не могу это отрицать. Сона была бы гораздо хуже против Твича. Если бы там не был Твич, тогда еще можно было бы поднять тему на то, что Сону можно взять как прямую контуру просто к Жанне и не париться по этому поводу. Что прям происходит? Почему флэшвульфы фидят? Они не фидят, в том-то и дело. У них просто не идет лейтгейм. А это против ТСМ было, и было полное отсутствие плана на игру против команды Мисс Фит. Они знали, что делать первые 10 минут, а потом что-то запутались. Запутались и не распутались. Твич плюс Галлио плюс Жанна. Скорее всего, команда World Elite сейчас будет выбирать себе еще двух танков. Возможно, с хардкерри в лесу. Типа Нидали что-нибудь такое возьмет Конди. Давайте посмотрим вообще по списку, что Конди у нас может взять. Конди, это грустно. Он ничего взять не может. У него Казикс так себе статистика. 1-7, одна победа, 7 поражений. У него и Лиза, правда, 8-1. Есть, но и Лиза с Твичом не контактирует, поэтому это не подойдет. Скорее всего, это будет Грагас, Пик Грагас плюс какой-нибудь Чегат-Маукай на топе. Это будет сетап 3 танка, 1 саппорт плюс твич от команды Team World Elite. Ну а Флэш Вольф, если они все это правильно понимают, они должны сейчас процентный урон себе набирать. Ну и желательно было, как мне кажется, желательно было побанить всех танков. Они вот зачем-то потратили один бан на Лебланку против Шие. А неужели они думают, что Шие не на Галлио будет, а это будет Галлио 957 на топе? Я не против того, что Галлио иногда можно играть на топе, но это явно не в сетапе, где вы играете через Твича. Твичу как раз нужна поддержка на 6-7 левеле. И, скорее всего, именно Мидлейнер будет ее оказывать через Галлио. Ну так было задумано. Шена забирает себе Флэш Вольфа. Если, мол, там будет Маука или Чигат, они смогут поддавить эту линию за счет Шена. Ну и плюс Шен очень хорошо с Тариком сочетается. А, вот кто будет хардкерри. Это будет топ-лейнер. Про него я забыл, что иногда можно не джанглеру давать хардкерри, а еще можно иногда отдавать его топ-лейнеру. Рамбл у нас хардкерри, получается, команды Team World Elite. Ну и Грагас. Других вариантов, я думаю, здесь и нет у Конди. Не только потому, что Грагас неплохо сочетается там с тем же самым Галлио. Просто теперь им нужен танк-инициатор, а их просто других не осталось. Ну и Грагас у него с хорошей статистикой. Постоянно он их гоняет. Грагасиков. Хоть и не часто выигрывает, но что делать. А вчера ты говорил, что Галлио не совсем мидер. Ну, он не совсем мидер, да. Это просто танк. Пойми меня правильно. Вчера я это говорил, и сегодня я это буду подтверждать. Галлио не мидер. Когда Галлио идет на мид, у него есть определенная цель. Он собирается с этой линии помогать линии на топе, джанглеру своему, либо бот-лейну. Через свои пассивки. И он становится, по сути, вашим топпером. Ну, потому что номинально все топперы считаются танками-инициаторами. Ну, что-нибудь в этом роде. Либо там 3-1-1 сплит-пуш. А Галлио выполняет как раз работу танка-инициатора. И тогда Керри, Керри роль, на себя должен забрать кто-то другой. И вот кто здесь забирает? Рамбл на себя забирает АП Керри. По сути, мидером, ну, по всем описаниям, становится Рамбл, хоть он и стоит на топе. А Галлио остается на миде, но он, по сути, будет в игре топпером. То есть вот в чем соль. Некоторые даже команды в свое время, я помню, делали свапы. Особенно если игрок, ну, вот, например, 957-й, гораздо лучше играет на Галлио. Они бы взяли и, допустим, вот того же самого, ну, не Рамбл, а, ладно, Рамбл тоже топпер считается изначально. Ну, взяли бы Райза, допустим. И отправили бы Райза на топ. И на топ бы пошел там на Шие тогда. Вот и все. То есть, как бы, они просто линии поменялись, но зато исполнение игроком этого чемпиона гораздо лучше бы заходило. Так что ничего здесь такого нету. А Грагас не мешает своей ультой твичу и топперу? Грагас, смотри. Так как Грагас единственный инициатор, то его ульта здесь не мешает. Я против того, чтобы Грагас игрался вместе, допустим, с Джарваном в комбинации. Против того, чтобы Грагас был на топе и игрался вместе с Фиддлстиком каким-нибудь, знаете, в лесу. Вот против этого. Но когда Грагас единственный инициатор вашей команды, это не так страшно. Потому что он делает инициацию, кидает ульту, и после этого вы принимаете решение, по кому наносить урон. А не наоборот. Когда Джарван делает инициацию, и потом Грагас такой, а я тоже умею. И тут ты такой, ну блин, чувак, ты всех раскидал. Я только их вроде бы стянул, а ты всех раскидал. Грагас плохо там с той же самой Арианой. Ариана только вроде бы стянула пацанов. И тут Грагас раскидывает ульту. Либо он дает самому началу ульту, и они все раскинули сразу, и Ариана никого стянуть не может. Либо она стянула, и он дал ульту, испортив все. То есть, тут надо понимать прекрасно, в чем суть. А в таком вот духе, как здесь, единственное, с чем Грагас плохо будет сочетаться, это с Рамблом. Это я не отрицаю. Рамбл и Грагас не самая лучшая комбинация. Лучше был бы Джарван плюс Рамбл. Во-первых, разносторонний урон, магический плюс физический. Во-вторых, от Джарвана вынуждены были бы люди отфлэшиваться, а после флэша их бы ждал Ковролин. Здесь же Грагас будет немножко подпорчивать вот эту вот всю конитель. Но он точно не будет мешать Галлеу, не будет мешать Твичу. Почему не могут использовать на топе Алистара танка в виде сапа для Адыкерри? Ведь играли так раньше. Потому что была изменена пассивка Алистара. Ну, сейчас вообще Алистара изменился с тех пор. Тогда была пассивка на W. W прокал сразу же тебе Trinity Force. Ну, шин, стак вот этот прок, точнее, срабатывал. И ты во время комбинации W кушка наносил сразу же W кушка урон магический, плюс еще автоатачный урон. А по приземлению, когда оппонента это подкинул, давал еще одну автоатаку. То есть там было очень сильно. Но Риуты осознали, что это был просто баг в игре. Ну, кто не знал. W считалось, что Алистар прыгает в тебя и наносит автоатаку. Так считалось у Риутов. Есть некоторые чемпионы, которые все еще так работают. Прыгает в тебя и наносит автоатаку. Ну, к примеру, это Эко. Кто не знает, если Эко нажимает Ешку и прыгает в тебя, он сразу же прокает Лич Бейн. Потому что это считается, что автоатака идет. Он прыгает с автоатакой в тебя. То же самое с Квиной. Квина прыгает с автоатакой в тебя. Ну, и каких еще чемпионов я сейчас просто вспомнить не смогу. Ну, точечные спеллы, которые у Алистара было то же самое. Но потом Риуты подумали, а вообще-то это неправильно будет. Он саппорт, он не должен это засчитываться как автоатака. Давайте увеличим просто урон на W. Они так и сделали, увеличили. Там был двадцатка, я не помню. Там стал сейчас семидесятка. Но при этом не будет происходить шиновский прокаст вот этот. Ну, и больше у Алистара, когда не было вот этой дополнительной автоатаки во время комбинации, просто на него забили. Как Акали и Диана. А, да, кстати, Акали и Диана. Вот еще двух чемпионов. Вы вспомнили, молодцы. Но они тоже почти обязательно собирают Лич Бэйн. Акали и Диана. Акали, конечно, иногда не собирают только из-за того, что у нее изначально нет монопула. И не очень хочется покупать шины из-за того, что там мана есть. А тебе не нужна мана вообще. Некоторые Акали из-за этого его не покупают. Ну, уже кучу там альтернативных других билдов нашли. А что касается мидлейна, давайте чуть сделаем погромче английских комментаторов. Обычно я их вот сюда ставлю. Я уже запомнил место где. У нас Мэйпл взял Владимира. Владимир, по мне, вроде не является контролем. Хотя этот матчап, по сути, является топ-лейнерским. Давайте, у меня есть же теперь табличка моя. Будем ее рекламировать. А дальше найдем здесь Галлио. Галлио проигрывает у нас. Синджит у нас в Кайле. А выигрывает Химера Физограгаса. А по Владимиру, если посмотреть, что у меня есть про Владимира. Блин, на моих листочках сложно все найти. Я это буду долго искать. Блин, столько чемпионов. Надеюсь, там никто никого не убивает. Я не могу найти. У меня, вроде, все по алфавиту, но все равно не могу найти. Так, где у нас буква В в английском алфавите? Ага, вот, нашел. Трандла по Пишена побеждает Владимир. Но это логично. Проигрывает Кайле Пантиону Ривенке. Это тоже логично. В общем, это скорее скиллбейс матчап с небольшим выходом в плюс Владимира. Ну, это я так просто, по факту своему. Дай ссылку на табличку. А вот хрен тебе. За только отдельный донат. Ты не пришел на бесплатную раздачу таблички. Да в перерыве. Я скину ее еще раз. Что, я сейчас буду альтабаться? Ну, может, кто-нибудь тебе скинет сейчас ссылку. А вообще в группе ВКонтакте она уже лежит, если что. Ну, так вот, по поводу вот этого матчапа Владимир-Галлио. Я думаю, никак Галлио не может помешать Владимиру фармиться. Что, в общем-то, и наоборот. Точно так же. Супротив никак не может Галлио помешать фармиться Владимиру. Владимир-Галлио. Они оба фармятся. А так как на фарме лучше себя чувствовать будет Владимир, нежели Галлио. Потому что Галлио придется собираться просто в танк. А Влад это как раз очень хорошее демочделие, которое идеально сочетается с Джарваном и Шеном. Это проблема. То бишь, сразу же вы можете сделать вывод, что даже учитывая, что там есть Твич и Жанна у команды World Elite, но Ордентка будет у Флэшвульфов тоже. Тарик ее соберет. А Тристана не будет уж таким прям мусором в этой игре, потому что есть кому отвлекать внимание от Тристаны. Тут и Шен с Джарваном будут на себя брать парочку автоатак Твича. Тут и Владимир, которого надо в первую очередь зафокусить и убить. Тем более, что нет резалки от Хилла у команды World Elite. Ну, некому будет моралку собирать. Значит, придется рассчитывать на то, что один только в соло Твиче сможет убить Влада. Я думаю, лейт за команды Флэшвульф. Не сильно, ребят, но все же за ними. Диана, вроде, неплохо, но почему ее не берут? У Дианы очень тяжелый лейнинг фейз. Очень тяжелая линия. Тристана не мусор, ребят. Я никогда этого не говорил. Я не знаю, кто там надумал из вас, что Тристана мусор. Тристана просто по цифркам моего этого рейтинга Адыкерри находится где-то 7,5-8 баллов. Ну, и тяжело ей, конечно же, сражаться против девяточек. А Твич как раз 8,5-9 баллов там получает. Ну, я уже говорил, вот эти вот полбалла – это уровень игры самого игрока. Ну, понятное дело, что здесь на чемпионате мира дурачков почти не бывает. Те, которые дурачки были, они уже повылетали. Ну, так вот. И получается, что как раз-таки Мистик на девяточку сможет Твича сыграть, а Бетти сможет сыграть Тристану на 8. Может быть, даже до 8,5 доберется. Но все равно этот процент уже, ну, по цифрам вы видите, он проигрывает Тристана в лейте Твичу. Но из-за того, что у Тристана свободная касса будет, как говорится, и не очень страшные будут АП Керри против нее, это Рамбл, а она умеет прыгать и сразу же получается с Ковролина выходить. Тут у нас Бетти нападает на Мистик, а Мистик прожимает на себя Хилл, Экзост прожимает Бен. Редко мы с вами видим Экзост. Помните, мы об этом говорили с вами, что Экзост обычно никто никуда не берет. В данной игре решила команда World Elite. Из-за того, что у них есть Тарик, это раз. Из-за того, что у них есть Владимир, который под Тарик ультой будет наносить очень много урона, и вы его убить через Игнать не успеете, Барьер с Хиллом решили заменить на Хилл плюс Экзост. По старинке сыграть. А вот Барьер с Хиллом осталась команда Flash Wolf все еще. Этот Экзост всегда будет кидаться с Жанной в Владимира. Причем Владимир, сами знаете, как он проводит свою инициацию. Он впрыгивает внутрь во врагов, и тогда Экзост ты можешь кидать на него. Он не ассасин в этом смысле, но по логике пытается играть в каждом тимфайте, как тот же самый убийца, просто впрыгивая как можно ближе к сквишовым чемпионам, уходя в Жоню, уходя в свой плащ, и после этого как раз таки вылезая, прокает его ульта. Ну а чтобы эта ульта меньше нанесла урона, да и весь урон, который Влад нанес там начально, был меньше, из-за этого взяли Экзост. Хотя я все равно против. Я думаю, Барьер был бы лучше на Твиче, ну и по старинке сыграть. Что с предметами у Твича? Ну, мы вроде бы эту тему уже обсуждали, но неужели надо каждый раз на этом останавливаться? Ну давайте еще раз остановимся. Зеленый Голдер берется для того, чтобы быстрее Жанна заработала свои деньги и ушла в Ордентку. Ты своим зеленым Голдером, это помогает тебе ласхитить крипов под вышкой, ты уходишь под вышку, там ласхитишь их, после чего Жанна зарабатывает вот уже 11 крипов за ласхитил Твич для нее. Как можно быстрее Ордентку, получив эту Ордентку, ты получаешь расфиженного таким вот образом себе Адекерри. То есть Адекерри быстрее получает пассивку с Ордент Цензора, ну и, соответственно, более сильный у тебя Адекерри. Да, он вроде как проигрывает линию обычно, но мы пришли к выводу, смотря на этом чемпионате, что не так часто он и проигрывает линию с этим предметом. У нас здесь Тауэрдайв идет по команде World Elite, Флэш Вульф вызывает здесь подмогу Галлио, Галлио прилетает, дает ульту, стаунтивает он игроков, но он не ожидал, что будет 5 игроков. Ну как это можно было не ожидать? Смешно же, очевидно было, Шенш тут тоже прилетит. Мне кажется, Рамбл здесь немножко не доиграл. Рамблу надо было сюда прилетать сразу же, мгновенно. Как только он увидел, что идет Тауэрдайв, Рамблу надо было нажимать свою телепортацию. Дело в том, что они отдали сейчас хорошо там килл в килл, но Твич потерял немножко фарма, потерял немножко левела. Устраивает это Флэш Вульфов? Они сделали ФБ, да, отдали килл, да, у них там немножко Шен пострадал. Ну Шен изначально на этой линии страдает. Кто не знает, Рамбл как бы к нему контроль является. Смотрите табличку. Но я это и так бы сказал, и без таблички. Даже знаете, пока я создавал табличку, некоторые чемпионы меня удивили. Удивило, например, то, что некоторые схемы, которые были раньше, они уже так не работают. Например, меня удивило, ребят, сейчас вот просто немножко опять отвлекусь, то, что Фиора перестала контрить Малфита. Я посмотрел повнимательнее на разных сайтах, нигде больше Фиора не контрит Малфита. И еще какой-то был жуткий нонсенс для меня. А, вспомнил. Трандл против Маукая. Любопытно, Трандл унижает все еще Мунда, Трандл унижает все еще Чагата, унижает там Поппи и подобных таких чемпионов. Но он ничего не может сделать Маукая, студия по статистике. То бишь, вроде бы Маукая ничем не отличается от них. Парень стакает себе ХП, статистики, ну, Армор плюс Магрес, и является танком и инициатором в команде, как раз Трандл таких должен унижать. Ну, вот вам статистика говорит, что Маукая никак не страдает от него. Ну, то бишь, просто скиллбейс матча. Кто кого победит, тот победит. Вот все. Вот такие вот вещи. Ну, как говорится, мета меняется, и надо за этим следить постоянно. Все у нас там будет. Маукая от Хил Дики. Ну да, наверное, именно из-за этого это и происходит. Плюс очень хороший дисенгейдж. То есть, получается, если Трандл вдруг решит убить Маукая, у него ничего не получится. Вот в чем прикол. На линии Трандл не победить Маукая из-за того, что пассивку ревортнули. Ну да, да, да. Я думаю, именно вот такие вот вещи. Ну, знаете, я же не за всеми матчапами следить могу. Там, за своими джанглерскими я бы успеть за всеми проследить, как тут мета меняется. А сейчас там вон патч 8 будет уже выходить, когда с новыми рунами полностью. Надо будет всех джанглеров с нуля вспоминать, играть. Для каждого из них руны подбирать. О, это будет муторно. Межсезонья нас ждет очень жестко. Кстати, сезон заканчивается 7 ноября. Кто не в корте, он надеет пошел Олену от команды World Elite по Flash Wolf. Он цепляет ани Беттика. Беттика тут же отпрыгивает. С Вордарту здесь не убежать. У него не было самонежспеллов. Он пытался, знаете, так тихоря убежать вниз. Думал, его не заметят. А заметили? Как не заметить такого розовенького молодого парнишу? И вот это вот ошибка Бетти. Бетти решил остаться на линии. Ставит вард, видит, что конди тут. И зазвал он Карсу. Тут же был поставлен вард кондиком. Ну, наверняка есть еще вард. Если что, Рамбл сможет прилететь. Посмотрите, куда Рамбл ушел по миникарте. Рамбл отошел специально, чтобы Шен не мог отменить ему никак телепортацию. И нажимает он телепорт. Знает он, что у ММД есть ульта. И надо в этот раз делать заранее этот полет. А вот и ульта у нас Шена. Цепляет здесь Ше. Ше, мне кажется, ошибся. Ему надо было через ульту сюда приходить. Ковролин ужасней. Ше очень плохой. Ковролин был кинут. Но зато Галлио дает шикарную ульту. И от зоны вы это Мэйпла. Мэйпл вынужден был отойти. Ну и сейчас Ше без ХП. Но у него все еще есть таун. Если кто-нибудь подойдет, попытается защитить эту вышку из команды Флэш Вольф, можно будет таун прописать. Минус вышку делают. Ше прыгает. Но таун там никого не достать. Ну что ж. 2-1. Команда Борл Толита вышла вперед по золоту. За счет шикарной игры Рамбла по фарму. И за счет вот нескольких непринужденных забираний объектов. Но Флэш Вольф и Флэйт за ними. Я где-то 60 на 40 за ними поставлю. Все по той же причине. У них комбинация лучше. У них Владимир плюс Джарван. Хрен кто куда убежит. То есть либо вы от Джарвана отслышиваетесь, либо от Владимира. Тогда потом у вас Джарван улетает. Все равно как бы никуда не убежите. Тут же тебе и Тарик, который будет продлевать, так сказать, тимфайт для Владимира, Тристаны и Джарвана. И ваншотнуть никого нельзя, потому что есть Шен. То бишь в любом случае Тарик будет работать. И Тарик будет лучше Жанны в Лейте. Сейчас у Тарика не было еще Орден Цензора. У Ворлд Элиты был уже за счет как раз зеленого Голдера. И вот им-то они не попользовались. Те сами будут играть? Да, будут. Единственная проблема команды Флэш Вольф вот в этой стадии игры, то что Шен взят по сути не для чего. Обычно Шен берется для того, чтобы сравниваться с каким-то чемпионом, либо переигрывать, чтобы этого чемпиона. Здесь он не может сравняться с Рамблом, то есть он не может его отпушивать, не может его продавить никак. И Рамбл постоянно его побеждает. И нету никакого чемпиона, для которого был взят Шен. Шен просто был взят. Такое впечатление, знаете, чтобы не взяли оппонента. Очень похоже на то было. Я на секунду подумал, что это на всякий случай они взяли. Наверное, они так и думали. Ой, вот она, та самая комбинация, про которую я говорил. Джарван дал ульту. Прилетает сюда Шен, прописывает таунт. Цепляет Карса. Нескольких игроков за счет своей ульты. Вот одно обидно, что Влада не было. Но Влад сейчас подойдет. Карса делает инициацию. ММД, прожимая W, дает небольшую защиту для своей команды. И Твичу не хватает урона, чтобы всех убить. Прилетает сюда Мэйпл. Цепляется за Конди. К сожалению, по одному лишь игроку он сможет дать свой прокаст. А тем временем Галлио прогнал. Оббитых, прибитых команду. Флэш Вульф, но убить никого не смог. И у Мэйпла, честно, никаких проблем не возникнет с отпушиванием. За Таур Дай ведь его не смогут. Но вот смогут убить вышку сначала. Нет, они пытаются сначала все же побить Мэйпла. Мэйпл уходит в плащ, вылезает. ММД здесь. Танчик от Тарика. Прилетает сюда Тристана. Но это уже поплыло. Поплыла китайская коллектива. Не знаю, почему они так вот решили ошибиться. Но 957-й, наверное, православным огнем сожжет. Может быть, даже двух игроков нет. Щиток. Это ММД. Мы не видим смерти. 4-6. И по золоту все еще отстает команда Флэш Вульф. Но только потому, что объекты они отдают. По объектам они играют пока гораздо хуже. Но их все устраивает. На самом деле, если они третью вышку сейчас не отдадут на миде. Ворлдолиты. Большие неприятности в лейте. Я вижу, что даже, наверное, 60% я мало слишком дал. В лейтгейме команде Флэш Вульф. Ворлдолиты как-то не рабочая схема идет. Совсем. Хотя, с другой стороны, сейчас Твич мало пока еще урон наносил. Просто, вот как от этого будет уходить потом команда Ворлдолиты? Я не представляю. Кажется, просто будет давать вот так вот ульту. И в этот момент будет со спины под Штормрайдером и Сёрджем и под Гастом вылетать Владимир. Ну, выпрыгните вы из этого Джарвановской ульты. Ну, добежит Владимир. А иногда Джарван может просто дать ульту и сразу же оттуда выйти сам. То бишь, просто чтобы снять с вас самые нерспеллы. И чтобы повторить это там через 50 секунд, когда ульта откатится. Это группа, где мало киллов? Да, да. На самом деле, неожиданно обе команды решили играть агрессивно. Причем вы видите, что если Ворлдолита агрессивничает и действительно им за это можно там плюсик поставить как зрителям, что они ради зрителей тут стараются, то вот Флэш Вульфы не хотят отдавать просто так объекты и забирать там какой-то объект в ответ снизу, там, не знаю, на меде. Но они готовы тоже в ответ идти в бой. И счет у нас уже 4-6 раньше, чем к 20-й минуте. Вчера, например, и позавчера, когда эта же группа играла, эти же команды играли, счет 4-6 раньше, чем 40-ая минута не наступал. Шен Стан заруинил весело. Да, там было видно, немножко тупанул. Еще немного, Флэш Вульфы уже не смогут так спокойно раскастовываться, разве что Влад будет делать красиво. Будем посмотреть. Да, конечно же, все зависит от того, насколько они хорошо играют. Если Владимир будет тупить, понимаете, здесь ключевые все чемпионы, получается, у команды Флэш Вульф. У World Elite достаточно просто каким-то образом затанковать, и лишь бы Twitch играл хорошо. То есть, если Twitch играет плохо, у них ничего не получится. У нас здесь Геральтку. Геральтку проигрывает команда World Elite, а прилетает сюда Шен, прописывает там по двум игрокам, но только для того, чтобы отступить. Тарик тратил свою ульту, и World Elite из-за этого туда не залезала. Но вот сейчас они готовы воевать, но шикарный Дисунгевич от Грагаса. Или что это было? Подождите, это Тристана, это Грагас-то за другую команду играет. Вот он, Грагас, ульта. Просто я увидел шикарную ульту, все игроки отлетели, и я на секунду не понял, думал, это Грагас ульта, потом вспоминаю World Elite же с Грагасом. Это был Тристанин выстрел. Кто не знает, да, там есть, я до сих пор не понимаю, как это работает, ульта Тристаны откидывает конусом, то бишь она откидывает игрока, в которого вы точечный спелл кидаете, вашу ульту, соответственно, и тех, кто стоит рядом с ним, конусом тоже задевает, волной как будто. Ну и вот сейчас он именно четырех игроков откинул. А если G4 не поймает в ульту Твича, он же их, да? Еще раз, еще раз говорю, что сам Тимфайт гораздо сильнее у команды Флэш Вульф, и использовать его вроде бы не сложно, потому что очень много точечных спеллов у команды Флэш Вульф, но, но, если они будут раковать, то о чем тут речь идет? Поэтому мы и не даем там 80%, 90% Флэш Вульфу, только 60%, ну, можно чуть больше дать, там 65% уже. Мне так кажется, я просто постоянно как Тимфайтер идут, довольно неприятно для команды World Elite. Надо было Владу влетать, когда Тарик ультанул. А они, знаете, как пошли, я понимаю мысль Флэш Вульфов. Они в последний момент решили идти на этого Геральда, своровали Геральда, и мысль сразу, опа, мы его забрали, все, отходим. Как бы, воевать больше не за что. Геральд наш, только они, его поднял же Шен, да? Да, Шен поднял. Шен же туда прилетел, как раз таунт прописал, взял Геральда в карман, ну, только вот сейчас надо где-то его придумать, как использовать. И не забывайте, что пока у Влада еще нету такого тонна урона. Владимир, вопреки мнению многих игроков, гораздо страшнее, чем вы думаете в лейтгейме. Он очень сильный чемпион, особенно с правильным билдом. Этот Владимир идет как раз в правильный билд. Особенно он страшен, если у оппонентов нету резолок от хила. Ну, я так их называю у нас в игре. Получается, три предмета только таких есть. Ну, один против Владимира не помогает. Это Торнмейл, Морелка, Морелонумикон, но ее здесь некому собирать, потому что магический урон те, кто наносят, они не будут его собирать. И, конечно же, Авалейс Блейд. Пока его нету у Твича. То есть, получается, Твич единственный, кто может порезать от хил. Если Твича убьют, даже ценой там двух игроков, но Влад останется в живых. Влад один в Соло сможет справиться с четырьмя игроками, они ничего ему сделать не смогут. То есть, вот теоретически, если команда Флэшвульф сделает финальное какое-нибудь сражение, пошла ульта Рамбла, вынужден был Тарик прожать здесь свою ульту, пытается убежать команда Флэшвульф. Но Влад делает инициацию вместе с Жарвана. Вот она комбинация. Та самая, про которую я говорил, Жарван сжигается. Владимир пока еще жив, его поддамаживают. Тристана находит себя в этом тимфайте, но очень поздно ультует Шен. Вот Шен здесь тупанул, ребят. Я могу точно сказать, что из этого механизма выпал сейчас Шен. Шен должен был либо на Владимира ультануть, либо на Джарвана. Зачем он ультел здесь на Тристану, без понятия. Ну так вот, вернусь к мысли. Если Тристану обменять на Твича в финальном тимфайте, Флэшвульфу выиграют. Ну то есть, если они не смогут убить Твича, то, понятное дело, они проиграют. Если они там потратят спеллы на убийство Жанны, на убийство Рамблы, и при этом тоже там потеряют парочку игроков, то они скорее всего проиграют, потому что Твича всех расстреляет. Слишком гипер лейт гейм чемпион. Но вы видели, как будет все происходить. Он нам все показывает, знаете, такие маленькие тизеры, тизеры показывают, знаете, как в фильмах есть эти трейлеры. У нас здесь вот тизер идет на то, как будет происходить тимфайты. Рамбла ульта пошла, в этот момент ультанул Тарик, никто не погиб. И Джарван сейчас делает комбу вместе с Мэйплом. А пока мы смотрели повтор, не досмотрели его в этот момент, World Elite решила сломать мидлей. Пол лица оторвали Шенну, потому что нет вообще никакого армора, пока что он полностью был вынужден собираться в Магрес, чтобы не страдать от Рамбла. Ну, Влада же бассейн. Ну, да, ну а с другой стороны Георгий Сол, Грегори, точнее, Сол, World Elite также понимает, что если Влада не зафокусить, он выхилится. Откусил Ши Шенну. Так, у нас появилось у Влада уже два предмета. Галлио, вы видите, отстает от него прилично. Так, он два своих предмета собрал, но они оба защитные. Ну, один защитно-дамаживающий, но это не предмет. Он, правда, будет усиливать Абисал Маской своей Рамбла немножко, и это приятно. Мидгейм, наверное, сейчас можно отдать за команды World Elite, потому что Рамбл все еще опасен, у него уже есть Жоня. Грагос достаточно танковый, у него есть два типа брони и много ХП. Ши уже с ускорялочкой и усилением своего же Рамбла. Хоть и отстает по предметам, ну, там по цене просто видно, что предметы его дешевле стоят. И Мистик должен сейчас брать Авалейс Блейд, чтобы сражаться. Но он, походу, решил затянуть появление Авалейс Блейда. Мне это не нравится. Ну, то есть, чем дольше он будет его собирать, тем дольше команда не сможет сражаться 5 на 5. Авалейс Блейд вот сейчас надо было брать за место этого Зила, это было бы гораздо выгодней. Просто задумайтесь о том, там Тарик отхил, Шен со своим отхилом и одновременно с этим Влад со своим отхилом. То есть, все это надо отключать. Шену бы шиповку собрать. Я думаю, Шен сейчас доделает Титане Гидру и после этого будут все предметы на армор брать, начиная там с Рандуина, заканчивая Турнмейлом без остановки. Шен, кстати, здесь на вардах реколец. Он не сразу понял, что здесь Пинквард стоит. Ошибается Шен. Видит Мистик. Мистик тут же его начинает раздамаживать. Шен дает, правда, замедление. Коврали он кладут на него. Шена нету. Флэша. Это минус Шен, ребят. Очень поздно нажимает W. W нажимать надо было в другой момент, но он не мог ее нажать в другой момент, потому что его ножны летали в другом месте его лезвия. И когда он его призвал, понимал, что W там уже нажать нельзя. 3-2-2 от World Elite. Зачем вам 3-2-2 играть? Что за глупости? Ну, Шен отдался и по-прежнему у него нет армора. И вряд ли его еще раз поймает в этой игре. Просто вот хороший, знаете, задел. Я объясню, почему вряд ли его поймают дальше в игре. Потому что теперь Шен будет более аккуратен, будет больше позволять Рамблу действовать по карте. Здесь Шен в какой-то веке решил запушить подвышку вот нижнюю крипов. Исходя из того, что команда его как раз сейчас находится на топе. И думал провести там, ну, может быть, битву 5 в 4, если бы он прилетел, а Рамбл оказался снизу. Хм, там кто-то. Из лора большое сообщение про Тристану выписал. Она олицетворяет собой мастерство боевой подготовки, истинную храбрость и бескрайний оптимизм. Для Тристана и ее пушки, бахалки, каждое задание эта возможность доказать, что в этом мире еще есть герой. Герой, который нужен этому городу. Тристана. Где детонатор? А детонатор у нас... Нет детонатора в этой игре, кстати. Ну, есть один детонатор у Конди. Конди как раз-таки представляет тогда у нас... Бэйна. Конди будет Бэйном у нас, ребят. Тут в маске просто нет ни одного чемпиона. Ну, Твич, теоретически, можно посчитать, что Твич у нас... Джокер. Ну, не похож Твич на Джокера все же. Ну, тут не подходит. Ну, вот, Тристана. Она герой, который нужен этому городу. И вот, конечно, очень красиво лор пишет. Мне очень нравится. Перечитывать иногда на досуге, так сказать, некоторых чемпионов лора и историю, которая там есть. То есть, это была вообще... То есть, краткая такая выкладка. А на самом деле, там гораздо больше было написано про Тристану, про ее историю. Хеймер же или Зиллиан. Ну, да. Вот они с детонаторами, это я согласен. А Грагос, он здесь так. С динамитом ходит. Маленький Квентин Тарантино. Но ведь Тристана не похожа на Бэтмена. А ты что, видел Бэтмена без маски? Откуда ты знаешь, как Бэтмен выглядит в реальной жизни? Возможно, Бэтмен это девочка. Ну, ведь у Твича вполне джокерский смех. Ну, здесь я не могу не согласиться. Сники-сники! Что там с Трандлом? А что там с Трандлом? Ну, не взяли его в этой игре. У нас немножко успокоилась игра. Включили они режим группы Д. Скажем прямо. Ну, на самом деле, World Elite здесь началась сейчас вокруг вардов играть своих. Расставляет варды в Красном Лесу. Они же сломали вышку. Ну, правда, на боте Шен уже скоро начнет ломать. Вышку тоже в ответ. И вот этот интересный ход начинает делать Нашора. Телепортация идет от Шея. Нашора отменяет Шея. Делает врыв в Тристана. Тристана легко уворачивается от всего, что в нее летит. Прилетает сюда Шен. Рамбл сюда пришел пешком. Не тратит пока сам универспелы и просто спелы. Команда не Флэшвульф, не World Elite. И вынужденная была сейчас ульта Тарика, чтобы задонать ульту Рамбла. Ковролин был хорошо положен. Но тимфайт организовать Грагас уже не мог. Потому что он до этого потратил свой прокат, чтобы убить Бетти. Бетти там очень классно механически отогнал. Это такой момент, который не все заметили, наверное. Но Бетти, по сути, только что не выкинул игру. А вот это классный плейс от Конди. Конди цепляется за Джарвана. Джарвану надо давать ульту. Нельзя ждать уже. Но поздно. Слишком поздно. И минус Тристана. Минус Шен. Твич погибает. Но Владимир также погибает. Ну Карса. Как же так, ребятушки. Сразу же надо было нажимать ульту. Когда ты понял, что в тебя ворвались. Нет у тебя другого выбора. Убежать ты уже не сможешь. Тебя Твич стреляет. Под Жановским щитком. Ошибка, ошибка. И видите, как раз таки вот в этом механизме, я уже говорил, что есть косяки. Если кто-то отваливается, то стратегия не работает. Первый отвал был. Это у Тарика не было уже ульты. Да, у Рамбла тоже не было ульты. Тарик ее неплохо обменял. Все же таки. Давайте заметим. Но вот Джарван, который не стянул всех этих игроков и не дал Владу убить их. Они просто разбежались все в разные стороны. Вот это был провал. Сейчас нам покажут повтор. У КАРСа мало ХП. И он зачем-то решает, что ему надо именно проверять эти кустики. Врыв. Подкидывание, подкидывание. И сейчас Влад дает инициацию, но все убегают в разные стороны. Возможно, Владу бы хватило здесь урона, если бы Джарван стартанул. То есть, видите, там, перед тем, как Твич был убит автоатакой Шена, у Твича осталось в районе, там, 100-120 ХП. Это как раз то, что Джарван должен был свою ульту снести. Соответственно, Твич бы нанес на, там, 3-4 автоатаки меньше, и тут бы Влад мог бы выхилиться. Ну, а так, конечно же, если Тарик уже без ульты, и Рамбл тоже без ульты, все равно Флэш Вульфам надо аккуратней чать. Ух, тут Мэйпла поддамажили. Он купил себе Войтстафф, чтобы пробивать этих пацанов. Вроде в предыдущем файте еще не было у него Войтстаффа. Ну, а Тристана, конечно, отыграла так себе тоже этот тимфайт. Это позволило себе умереть от Твича. Ну, Тарик ей помочь здесь не смог. Нет, ХП, дай-ка я ульта, но... Ну, надо было ультить сразу же. То есть, когда уже не было ХП, ну, ладно, нажал ульту, что поделать. И не сработало. Но ультить нам было гораздо раньше. С нашим бафом теперь команда Ворлд Элита. И, знаете, как-то неожиданно команда Ворлд Элита вышла Эпик вперед по золоту, и команда Флэш Вольф, ну, в некотором роде оправдывает мои ожидания. Но не оправдывает мои ожидания команда Ворлд Элита. Если я правильно помню, я их как раз наравне ставил снизу. А вот Ворлд Элит играет лучше, чем я думал. На чемпионате мира... Ну, китайские коллективы на домашний чемпионат мира, понятное дело, подготовились. Карса, ну ты как... Ну, блин, ау... Ну, я не знаю. Карса, соберись. Ну, наконец-то дал ульту. По бете пошел Ковролин. Бетти не может здесь сражаться. Галя выдает ульту подкидывание минус. Владимир. Игра на этом заканчивается. Не, это... Ну, это полная декоординация. Я не знаю, какое еще слово подобрать. Чтобы не обижать команду Ворлд Элита. Карса выбегает. Видит, что там шея есть. Не отрезает шея. Не делает инициацию в четырех игроков. Потом таки делает эту инициацию, когда уже Владимир не может сражаться. Когда уже Бетти сам себя отключил. Когда Тарик ульта уже закончилась. Ну, человек. Ну, как так-то? Джарван сейчас убил свою команду. Да он два раза убил свою команду. Если серьезно так пойти. Два раза подряд примерно такой же дурацкий тимфайт проводил. Карс на Джарване. Ну, видимо, играет не лучшим образом. А что у меня по статистике в нем? Грагас, Мейнер, Эрик Сайко, Мейнер, Лисин, Мейнер. Ну, то есть, это все к нему относится. А больше ничего у меня про него нет. Ну, видимо, Джарван это не его самый любимый чемпион. Но стратегию они продумали заранее. Это было видно. Потому что, когда Жанну взяли оппонента, они сразу же приняли решение брать Джарвана плюс Тристану. Помните, да? То есть, как бы, они изначально это придумали. И так и хотели играть через Владимира на меде. Ну, либо подобие Владимира на меде. Типа Синдра что-нибудь такое. Ауешная тоже. Ариана. Ну, Ариана была забанена. Синдра была забанена. Взяли оппоненты Галлио. Ну, и тогда в ответ Владимира. Ну, что ж. World Elite одерживает победу. Становится с двумя победой одним поражением в этой группе. И сейчас мы с вами будем смотреть на игру команды TSM против команды Misfit. После перерыва. ПОДПИСИВАЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ